Всем доброе утро, девочки мои! Я сегодня слышу, птички за окном щебечут. Хоть у нас еще и сегодня облачно, но уже сегодня 1 марта, наконец-то закончилась зима. Птички радуются, и я радуюсь. Девочки, не планировала сегодня ничего снимать, но не смогла удержаться. Я всегда всю зиму жду, когда наступит март, когда 1 марта. И когда 1 марта наступает, у меня прямо такой, вы знаете, прилив сил, какой-то подъем настроения вообще на ровном месте. Вот просто от того, что весна наконец-то пришла. Конечно, еще будут, может быть, холода, может быть, даже снег пойдет еще. Может быть, будут небольшие заморозки. Но в любом случае, то, что календарная зима уже прошла, и календарный наступил март, весна. И это уже радует. Я сегодня с утра, вот еще утро, но я уже пораньше встала сегодня, смонтировала видео, уже полики помыла, прибрала. Но и сегодня вообще по плану мне нужно привести себя в порядок. Маникюр, перекюр, в общем, искупаться. В магазин еще надо сбегать, так как сегодня понедельник. В понедельник у пенсионеров скидка 10%, а не 5%, как обычно. Вот, поэтому решила прогуляться еще и до магазинчика. Ну, в общем, такие сегодня домашние хлопоты. Я сегодня вообще-то пока не планирую ничего делать. Но кто его знает, на что меня еще хватит. Может быть, настроение будет что-нибудь еще готовить. Но вообще готовить я планировала завтра. Ну, а вообще 8 марта у нас уже не за горами. Кстати говоря, это видео, скорее всего, выйдет уже ближе к 8 марта. Поэтому, уже пользуясь случаем, я хочу поздравить всех женщин с наступлением весны, с наступающим женским днем. Ну и, конечно, пожелать всем здоровья, счастья в личной жизни и хорошего настроения всем. Улыбайтесь почаще, девочки. Вышла, девочки, на улицу. У нас что-то облачно. И я посмотрела по прогнозу, дождик будет скоро. Поэтому я решила быстренько сбегать в магазинчик, пока дождь не начался. А вообще на улице классно. Сразу ощущается такой, знаете, запах весны. Небольшой плюс. И ветра нету. Очень хорошо. Все, девочки, я сгоняла в магазинчик. Там много чего по акции я взяла. Ну, хлеб по трубной, как всегда. Настина любимое печенье посиделкино с изюмом. Ну, мне тоже оно нравится. Овсяночка хорошенькая, вкусная. Еще я взяла вот этот сок. И Насте нравится, и мне нравится. Я взяла их два штуки с мякотью. Можно с клетчаткой употреблять. Вот это кофе с голубым флажочком. Это без кофеина. Я с утра пью с кофеином, а потом без кофеина. По акции тоже стоит 199 рублей. А без акции оно стоит 385. Вообще хорошая скидка. Вот это сливочное масло я всегда беру. Я не знаю, кому-то не нравится красная цена. Но если посмотреть здесь на состав, то состав написано, сливки пастеризованные. И больше в составе ничего лишнего нет. Я взяла бананы. Взяла груши. Яблоки у меня есть. Ну еще я взяла лук. Взяла бедрышки. Хочу сварить супчик с лапшой. Это не бедрышки, а галяшки. И вот по акции форель. 200 грамм 209 рублей стоит. Взяла рыбку. Все. Всем доброе утро, девочки мои. Я вчера завозилась со своими домашними хлопотами. И уже потом, в общем, не стала ничего вечером снимать. Отдыхала. Я, кстати, вчера что-то залипло. К телевизору включила Димаш. Я попала как-то на ютубе случайно на его какую-то песню. И, в общем-то, я начала слушать, конечно, такой великолепный у нас певец. Молодой, юный парень. Но голос это просто что-то, космос какой-то. Вот так что талантище огромное. Так, что я вам хотела сегодня? В общем-то, сегодня начался день и начались новые дела. Сейчас я попила кофе и хочу сейчас поесть мюсли. Вот эти мюсли я вчера протестировала, попробовала. Что я вам хочу сказать? Нормальные такие мюсли, в общем. Конечно, те мне нравились больше, но арахис я не хочу, потому что на арахис я заметила, у меня аллергия как-то появилась. Я решила не испытывать судьбу. Я человек такой аллергичный. Бывает иногда на что-то аллергия. Вот, ну здесь арахис, здесь не арахис, здесь орех-фундук. Такой вот он нарисован на картиночке. Орех попадается, яблочки попадаются, овсяные хлопья и какие-то там еще такие воздушные шарики. Ну, в общем, с молочком нормальные такие мюсли. Вот, что еще я вчера протестила? Я показывала вам крем для чистки металла от Фаберлик. Вчера почистила кастрюльку. Ну, кастрюлька эмалированная, она прекрасно чистится пималюксом. Но я решила на ней, в общем-то, это попробовать. Крем такой, знаете, консистенции, как зубная паста. Очень такой он мягкий и прекрасно, в общем-то, справляется. Там его нанести какое-то время, чуть-чуть подержать и потом немножко небольших усилий. Но, знаете, я вам хочу сказать, что больше всего этот крем, конечно, подойдет для тех поверхностей, которые нельзя чистить абразивными моющими средствами, да, типа пималюкса, чтобы не повредить поверхность. Такие деликатные поверхности. Вот такой крем для этих, ну, конечно, изделий и подойдет. Да, кастрюлю эмалированную можно и пималюксом почистить, в общем-то, и мойку я пималюксом чищу. Ну, в общем, пригодится он для каких-то таких вот деликатных вещей. Что еще я протестила? А, я как-то покупала сметану 10-процентную, говорила вам, попробую, покажу. И, в общем-то, я ее съела и забыла вам показать и рассказать. Хочу сказать, не заметила особую разницу между 10-процентной и 15-процентной. Оно, конечно, он немножко сметаном может быть полегче, ну, в плане жирности, но на вкус разница не ощущается. Поэтому, так как эта сметана продается только в магните, в магнит я захожу редко, только за какими-то конкретными вещами. В основном, покупаю продукты я в пятерочке, у меня там скидки хорошие. Вот, и поэтому 15-процентной пользуюсь сметаной и, в общем, покупаю 15-процентную. Ну, если попадется 10-процентная, то я тоже возьму. То есть у меня такого принципиальности сейчас, на жирности принципиального акцента нету. Какая есть, 20-процентную стараюсь не брать. Еще и протестировала вчера зеркало, которое у меня с подсветкой, новенькое зеркало появилось у меня от Фаберлик. Я вчера без очков бровки свои повыщипала. Все очень хорошо видно через вот это увеличительное зеркало и еще и с подсветочкой. То есть мне не нужно ждать дневного освещения, чтобы подойти ближе к окну, чтобы хорошо было видно, надеть еще очки и вот это вот потом пинцетиком бровки свои проредить. В общем, короче говоря, теперь можно это сесть в комнате хоть вечером, хоть когда. И без очков прекрасно это все справляется. Вот. Ну, в общем, все, что я сейчас вспомнила, я вам сказала. Да, еще вышло вчера видео, где Настюша, внучка, снималась, ну, как влог ее получился. Но это получилось так спонтанно, в общем, неожиданно. На нее говорилка нашла, наехала. И, в общем, она говорила безумолку. Я все это снимала, я не знала, что из этого выйдет, в общем-то. Потом, когда смонтировала, посмотрела, что, в общем-то, отдельное видео получается. И я его выложила. Но YouTube закрыл комментарии. Это не я закрыла комментарии. Ну, они защищают, в общем-то, нервы, нервишки детей. Хотя дети вот такого возраста еще читать не умеют комментарии. Ну, в общем, ладно. Но такое видео, в общем-то, набрало мало просмотров. Поэтому я практиковать такое видео не буду. Буду иногда Настю там показывать чуть-чуть, когда мы с ней вместе. Ну, ее ж никуда не спрячешь, да. Вот, ну, посмотрела, в общем, не зашло видео. Не всем это, оказывается, интересно. Вот, ну, сейчас что, я кофе попила. Я собираюсь сейчас позавтракать мюсли. Ну, а потом дальше уже будем что-нибудь делать сегодня. Здесь попадаются цельные орешки, прям целиком. И вот такие вот, как воздушные шарики. Сверху плавают. Сейчас немножко постоит. Ну, теплое молочко нагреваю. И все. Сейчас чуть-чуть постоит. И буду кушать. Девочки, решила я наконец-то приготовить хачапури из лаваша. Давно собиралась. Ну, вот собралась. Первый раз я это делаю, но попробуем, что из этого выйдет. В общем, для этого нам нужно творог 5% 350 грамм, сыр 200 грамм. Это нужно будет отрезать отсюда, отвесить. Три яйца, упаковка лаваша. Немного зелени. Три столовые ложки сметаны. И 300 грамм кефира. Кефир можно брать процент любой, который вы любите. Также и сметану. Ну, а творог 5% творог 350 грамм. Сначала приготовим заливку. Для заливки нам потребуется 300 грамм кефира. Я уже налила. Вмерный такой стаканчик. Три столовые ложки сметаны. И три яйца. Немножко сюда добавить. Можно соли чуть-чуть. Солим. Ну, и лучше будет разбить это все блендером. Чтоб яйца лучше разбились, лучше блендером. Если блендера у вас нету, то можно сначала перетереть яйца. Потом добавить туда сметану, кефир. Все это ложкой перемешать. Но мне быстрее так. Все, наша заливка готова. Я отмерила 200 грамм твердого сыра. И на крупной терке сейчас я его натру. Все, сыр я натерла. Теперь примерно одну треть сыра этого нужно отложить в стороночку. Так, я думаю, одну треть. А сюда мы добавим весь этот творог наш. И перемешаем хорошенько это с сыром все. Так, перемешаю. Это мы попозже. Еще я возьму немножко зелени. Ну, зелень, какую любите? Я обычно петрушку и укроп люблю. Не знаю вообще, сколько ее взять. На самом деле... Ну, как вы зелень любите? Сильно, не сильно? В общем, посмотрим, да? И так, у клопчика еще. У клопчика я люблю больше, чем бетрушку. Надеюсь, не повредит. Так, миленько зелень мы эту сейчас порежем. Мелко-мелко режем зелень. Все, я зелень измельчила. И теперь сбрасываем зелень сюда. И хорошенько все вымешиваем. Чтоб все смешалось. И комков, чтоб не было творожных. Перемешиваем хорошо эту смесь. Солить не надо, потому что соленый сыр. Я думаю, этой соли достаточно. Все, я вымесила это все до однородной массы. Так, и теперь вот визуально мы эту массу разделим вот так вот пополам. Все, отложим в стороночку пока. Я решила готовить вот в этой разъемной формочке. Это новенькая формочка, я купила ее в фикс-прайсе, девочки. Решила попробовать в ней. Вот это днище я как раз вырежу сейчас из лаваша. Из лаваша размер днища. Нужно два кружочка вырезать. Так, сколько у меня их тут? Может быть даже одного лаваша и хватит на все это дело. Девочки, я лавашик сложила вдвое. И одного лаваша нам на это дело все хватит. Я сейчас вырежу круг, чтобы было у меня два блина. Вот так они прекрасно вырезаются. Держим. Так, все, два блина у меня готовы. Мы их пока отложим в стороночку. Вот такая вот куча кусочков у меня получилась. Это можно будет потом еще один даже хачапури сделать. Просто их высушить, чтобы они были сухие. И все. А потом они размятнут. Ну вот теперь можно приступить, в общем-то, к сборке. На дно мы стелим один кусочек лаваша и 2-3 столовые ложки заливки. Я взяла ложку большую, мне просто ее удобнее размазывать. И вот это все смазываем. Теперь сюда выкладываем половину вот этого творога с сыром. И равномерно надо распределить это все. Девочки, если ложкой неудобно, это гораздо удобнее делать руками. По крайней мере, здесь чувствуешь, как это равномерно можно распределить, чтобы полностью все заполнить. Теперь опять поливаем подливкой. У меня ложки большие, значит, 2 ложки. Две можно три. И смазываем все это. Все-таки руками, как ни крути. Быстрее это делать, удобнее. Если вы делаете для себя, руки чистые, ничего страшного. Так, все сделали. А теперь можно положить вот эти вот кусочки, которые повырезала. Кстати, бывает, когда из лаваша что-то делаешь, вот как чебуреки я делала. Остаются кусочки, куда их девать, выбрасывать жалко. Можно вот так вот их тоже кусочками порезать, посушить. Возможно, это даже можно есть как сухарики, потому что малокалорийный лаваш сам по себе. Можно их потом кушать, эти сухарики, с супчиком вместо хлеба белого вредного. Все, теперь мы это подливкой опять польем. И сверху выложим оставшийся творог с сыром, который у нас. И также я руками сейчас это все разложу. Руками все-таки быстрее получается, удобнее. И руками как-то равномернее, потому что чувствуешь все. Что-то прям интересное такое рисовывается. Аж самое же любопытное, что уж получится. Получится, не получится, как вкусно, невкусно. Очень интересно. Люблю новые блюда, которые во всяком случае выглядят хорошо. Выбираю. Я думаю, здесь такие продукты плохо не должно получиться. Если комки попадаются, творога, их лучше раздавить. Так, вроде все разложила. Теперь сверху мы накрываем. Второй лист кружочка. Ой, кружочек этот еще разрезать надо было. Девочки, забыла. Верхний кружочек нужно разрезать до того, как вы его положите. Ну, по крайней мере на 6 часов. На 6 частей. Я уже заговариваюсь. Так, ну я разрежу уже ножницами, раз у меня тут лежит сверху. Потому что потом его резать будет неудобно. Вот так произвольно порежу. Ну, делаю впервые, поэтому ничего страшного. На старуху бывает проруха. Так, все. Справились. Ничего страшного. Теперь можно положить сверху. Это все. Так, и теперь мы выливаем туда последний вот этот вот остаток. Что у нас осталось в заливке. А ее прям прилично осталось. И сверху вот этот вот сыр, который мы откладывали, посыпем. Все, духовочку я разогрела на 190 градусов и выпекать 25-30 минут. Девочки, я сделала огромную ошибку, что налила это в разъемную форму. Не делайте этого. Но мне уже деваться некуда, поэтому пришлось мне под низ противень поставить, а это на верхнюю поставить полочку. Но уже когда перестанет течь, тогда я уберу противень, иначе начнет там гореть и чадить. В общем, не берите разъемную форму для этого блюда. Ну все, девочки, блюдо готово. Пока оно горячее, его нужно разрезать. Но вообще разрезать надо по тем местам, где я делала разрезы. А я этих мест не вижу. Так, ну оно мягко режется. Хорошо оно режется. Как? Пока горячее разрежем. А вообще доставать я буду, когда оно уже остынет. В общем, не вижу, где я делала разрезы. А вот здесь. Ну, это не важно. Теперь оно остынет. Потом я буду доставать. Здесь чуть-чуть припеклось, потому что я вынуждена была выпекать на верхней полке. А под низ я подставила противень. Но он прекрасно отмылся. Ну, теперь подождем, пока это все остынет. Все. Потом будем пробовать. Так, ну что, девочки, все это у меня уже подостыло. Тепленькое, уже не горячее. Ну, теперь надо это попробовать. Положить тарелочку. Интересно мне, что это у нас тут получилось. Вот так вот оно выглядит. Ну что, девочки, надо попробовать. Я даже не знаю, ложка, вилка это есть или чем. Пахнет сыром. Так, а если взять его в руки, возьмется в руки. Ну, оно такое мягкое, но оно еще тепленькое. Ладно, тогда ложечкой попробуем. О, прикольненький вкус. Вкус вообще классный. В самом деле напоминает качапури. Вообще, мне кажется, что здесь можно было бы сделать еще один слой лаваша. Вот в середине, например, добавить. На вкус вкусно, но маловато теста. Вот такое ощущение. Но вкусное блюдо вообще. Можно будет повторить. Ммм. Кайфучее. И, кстати, зелень очень даже прям мне нравится. Тут вкус такой есть. Зелени хорошие. Можно зелени даже побольше. Укропчика положить. Ммм. Ммм. В общем, классный. Даже добавки захочется сейчас. В общем, попробуйте, девочки. Хороший, правда, рецепт. Мне понравился. Но лаваши, насколько мне известно, они бывают потольше и бывают чуть потолще. Вот если потолще лаваш, то тогда нормально. Вот этот лаваш, он очень тоненький, он как паутинка. Поэтому такое ощущение, что маловато теста здесь. А вообще так вот прям на вкус очень вкусно. Короче, сейчас наемся, получу удовольствие. Буду кайфовать. Девочки, я решила сварить ленивый супчик с куриных галяшек, ножки куриные. Галяшки купила. У них меньше жира просто. Вот такие, да. Сейчас у меня уже закипел бульон. И я решила не делать зажарку, просто положить сюда половинку лука и немножечко морковки, вот 4 кусочка таких крупно порезанных. Потому что лук и морковь я потом просто вытащу с бульона. Не буду я туда картошку никакую делать. Сварится, когда у нас курочка, морковка и лук. Я вот эту морковку и лук достану. И потом за 3 минуты до конца посолю. Ну, посолить можно раньше. За 3 минуты закину зелень и лапшу, роллтон, которая варится 3 минуты. И вот такой будет супчик. Ну, не хочу я картошку. Можно было бы и картофелину тут порезать мелко или наоборот крупно. Но картошку не хочу. Просто хочу бульон с лапшой и кусочки курочки. Вот такой вот ленивый суп. Девочки, вот такой вот чудесный легкий супчик у меня с лапшой получился. Ничего лишнего. Бульончик, лапша и курочка. Прямо то, что я хотела. Ну вот, девочки, время приблизилось к вечеру. Я сегодня сделала все свои дела. Супчик у меня получился очень вкусный. Вот самое главное, меньше возни, и он вкуснее получается, чем когда он с картошкой, когда все нарезано. Ничего лишнего. Бульон, курица, бульон вкуснячий. Вообще классный. Вот. Мне скоро уже за Настюхой. Нужно будет идти в садик, забирать садик, а и отвезти ее на тренировку. В общем, я уже посмотрела, по времени наснимала я достаточно. Вот, слышите, видишь, как лацает. Ветер разгулялся, зато солнце вылезло. Вот у нас так. Либо пасмурно и тихо, либо солнце вылезло, и ветер разгулялся. Вот. Ну все, мои хорошие. На сегодня я, в общем-то, выполнила все свои дела. Пока сейчас фильм смотрела, ноготочки поточила. В общем, все, что я написала, себе запланировала на сегодня. Все сделала, осталось только Настю забрать, отвезти ее на тренировку и все. Вот. И потом вечером уже сяду монтировать это видео. Поэтому я свое видео сейчас заканчиваю. С вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok